МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков. В студии Светлана Ложникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 25 августа коллектив надымских газодобытчиков отметил день рождения первого генерального директора предприятия Владислава Стрижова. Сотрудничество продолжается. Специалисты компании ИОН опять в Надыме. Для начала новости короткой строкой. Специалисты инженерно-технического центра проводят исследования динамики опасных экзогенных мерзлотно-геологических процессов в зонах потенциального воздействия на объекты обустройства. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший работник газпромдобычи Надым» 2015 года. В конкурсную комиссию представлены ходатайства на 23 претенгента из 10 филиалов компании. Напомним, конкурс проводится по трем номинациям «Лучший работник», «Лучший специалист» и «Лучший руководитель». Имена победителей назовут на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Значимая и важная для всех надымчан дата на этой неделе 25 августа первому генеральному директору Надым-Газпрома Владиславу Стрижову исполнилось бы 85 лет. Ежедневное селекторное совещание с филиалами в этот день началось с воспоминания об этом человеке и слов благодарности. Из просмотра видеофильма, где живой Стрижов говорит так, как будто интервью с ним записано вчера. Его слова воспринимаются как наказ. «Чтоб каждый занимался своим делом и знал, что он делает, и знал, что он завтра будет делать. А у меня чего как руководитель? Мне только координировать их работу нужно. Видимо, в этом и заключает тип руководителя Тюменского, который работает не с тобой читаться, а который работает для того, чтобы сделать хорошо дело, и причем сделать небольшим запасом наперед, с небольшой перспективой. Все время, всю жизнь, во всех отраслях искать себе работу». Человек-легенда. Это о нем. В городе Владислава Стрижова знает почти каждый. И 25 августа, день рождения Стрижова, для надымчан – особая дата. Как всегда в этот день газовики, представители городских предприятий и организаций, просто горожане, собрались на митинг, чтобы еще раз вспомнить этого человека, чтобы сказать те слова, которые идут от самого сердца. Владислав Владимирович Стрижов был яркой личностью, жестким руководителем, принципиальным. И благодаря вот такой позиции в короткое время было разбурено и введено в эксплуатацию легендарное месторождение «Медвежья». Благодаря настойчивости Владислава Владимировича были выходы пионерные на месторождение Уренгойское, Ямбургское. И эти месторождения легли в основу экономического развития Советского Союза, ну а сейчас Российской Федерации. После него, конечно, осталась светлая память. Память в виде традиций, технологий и такого прекрасного коллектива и города. Сегодня ни один рассказ о компании «Газпромдобыча на дым», о героическом прошлом этого предприятия не обходится без воспоминаний о Владиславе Стрижове. Моряк, геолого-разведчик, буровик и, безусловно, уникальный организатор производства. При обустройстве месторождения «Медвежьи» каждый год вводилось в эксплуатацию по газовому промыслу, а в 1975-м – два. Уренгой, Ямбург, Ямал. Реализация этих проектов тоже связана с именем Владислава Стрижова. С течением лет приходит все более глубокое осмысление сделанного им и коллективом, который он возглавлял. Что бы сегодня мы могли сказать ему? Я бы сказал, что мы гордимся именно той победой и той работой, которую он делал здесь на северной земле. Тем более, в то время, при отсутствии дорог, связи, коммуникации, средств, решились такие судьбы. Я бы сказал, что им гордятся дети. Рассказывают стихотворения именно про газ, про Стрижова, что, опять же, благодаря ему мы имеем такой прекрасный город. Я ему, пожалуй, от всей души мужское рукопожатие бы сделал, обнял бы, что человек заслуживает самого теплого отношения, несмотря на свою суровость, наружную суровость, крайне добрый и романтичный внутри. А рассказал бы я ему о том, что те постулаты, те принципы, взгляды в сторону севера, сегодня они стали реальностью. Сегодня и новый порт уже обжит, сегодня Баваненково запущено, не за горами, хоросовей. Хорошее качество у людей память. Если она сохраняется от тех, кого уже нет рядом с нами, значит, мы живем правильно и не потеряли в себе то ценное, человечное, что дает себе. В Надым прибыли представители немецкой компании ИОН. Их заинтересовали новые технические решения, которые применяют надымские газовики на своих месторождениях, особенно на Ямале. Проблемы и достижения сначала обсудили на семинаре. Подробности в специальном репортаже выпуска. Немецкая компания ИОН – давний партнер «Газпрома». В рамках научно-технического сотрудничества с российским газовым концерном немецкие коллеги уже посещали «Газпромдобыча на дым» 5 лет назад, когда они побывали на месторождении «Медвежье». Сегодня заинтересовались Баваненковским нефтегазоконденсатным месторождением. В программе также проведение семинара «Обмен опытом и знакомство с передовыми техническими решениями в газодобыче». Я думаю, что «Надым» и «Баваненкова» выбраны для этого семинара не случайно. На самом деле, на сегодня это лучшее место в России для разговора на тему современных методов обустройства месторождения. Приезд вот именно сюда не случайен, потому что последний проект, его называют у нас мегапроектом, мегапроект «Ямал». он как раз насыщен современными и организационными, и техническими решениями, и современной технологией. В пленарной части семинара заявлено четыре основных темы. Вначале о том, каким проектам в «Газпроме» отдаётся приоритет. Недавно принята третья программа технического перевооружения и реконструкции объектов добычи газа на 2016-2020 годы. У нас объёмы инвестиций от программы к программе увеличиваются. Приоритеты у нас по-прежнему остаются это безопасность производства и реконструкция мероприятий, которые поддерживают проектные объёмы добычи сырья, потому что жизнь, она есть жизнь, экономика во главу угла ставится всегда, безопасная эксплуатация и получение выручки, прибыли. От экономики к техническим решениям, воплощённым в жизнь. О современных методах обустройства месторождения полуострова Ямал рассказал начальник отдела перспективного развития «Газпромдобыча над дым» Константин Меженин. Доклад очень заинтересовал как зарубежных коллег, так и представителей дочерних обществ «Газпрома». Мы, может быть, полезны для того, чтобы они увидели, какие объекты у нас есть и какой опыт работы у нас в арктических регионах. Потому что те энергоресурсы, которые разрабатывались на территории лёгких месторождений или, может быть, в тёплых странах, постепенно всё переходит в арктическую территорию, это территория Канады, Ирландии, а там достаточно сложно. А у нас эти технологии уже есть. Блочно-модульный подход к техническому оснащению очень меня заинтересовал. Завтра мы будем наблюдать его на практике во время нашей полевой поездки. Сейчас вообще в областях разведки и добычи очень модно слово «стандартизация» и очень интересно видеть, как это происходит по всему миру и как в этом будет играть роль Россия. Следующий докладчик сразу подчеркнул, что те решения, которые уже зарекомендовали из себя на Баваненково, были применены и на Чаиньинском месторождении. Прежде всего, это касается блочно-модульного строительства. Ещё одна интересная тема для обсуждения – малолюбные технологии. Уренгойские коллеги рассказали о своём опыте эксплуатации скважин на поздней стадии разработки месторождений. Это одна из актуальных проблем, с которой неизбежно сталкиваются все газодобытчики. В Уренгой впервые в мировой практике была произведена реконструкция скважин без глушения. За рубежом тоже не стоят на месте. Разрабатывают сложные, высокотехнологичные проекты. Компания «Ивон» достаточно давно работала на своём рынке и применяет современные технологии. Нас интересуют технологии это былочного строительства и применения новых каких-то систем, элементов, оборудования для нашего производства и добычи газа, особенно на месторождениях, спадающих с падающим объёмом добычи газа. Сегодня есть такое широкое поле, что ли, в котором мы начинаем работу. Это морские или шельфовые проекты. Мы в прошлом году побывали на круглой бочке, можно сказать, на плавающей платформе. Было очень-очень интересно. Будем продолжать эту работу, потому что сотрудничество, оно придаёт силы обеим сторонам. Это подтверждают и немецкие партнёры. Проведение подобных семинаров, обмен передовыми технологиями и посещение современных объектов газодобычи – вот на чём основано сотрудничество. И оно будет продолжено. Светлана Ложникова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Далее в программе. День работников нефтяной и газовой промышленности совсем скоро, что ждёт надымчан в празднике. Окрестности на дыма стали чище. Участники экологических соревнований собрали по дороге в аэропорт, более двухсот мешков мусора. Здравствуй, осень! В детском саду медвежонок ребятишки проводили лето. Об этих и других событиях через минуту не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем выпуск. В Надыме с рабочим визитом побывала главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Ямало-Нинскому автономному округу Людмила Нечпуренко. Она представила нового санитарного врача по Надымскому району, проверила готовность образовательных учреждений к началу учебного сезона и ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции. Летняя оздоровительная кампания, грызуны, насекомые и бродячие собаки, эпидемиологическая ситуация по гриппу, туберкулезу, гепатиту, а на территории округа качество продуктов в торговых точках и многое другое, темы, которые заинтересовали журналистов. Руководитель управления отметила, что в целом эпидемиологическая ситуация в округе спокойная. В Надыме она обратила внимание властей на качество питьевой воды. Ее химический состав не соответствует нормам. Что касается закона о защите прав потребителей, то Роспотребнадзор теперь имеет право проводить проверку только по заявлению от граждан. Поэтому качество предоставляемых населению услуг зависит именно от самих потребителей. Она заметила, что надымчане не привыкли жаловаться на нарушения в торговых точках, а потому предприниматели позволяют себе эти нарушения. Ровно неделя до главного праздника тех, кто живет и трудится в Надыме. День работников нефтяной и газовой промышленности и День города. К этому времени все организационные и подготовительные вопросы должны быть решены. А работники главного в городе очага культуры, ДК «Прометей», готовы открыть новый творческий сезон. У нас в гостях заместитель директора Дома культуры «Прометей» Виктория Аменина. Здравствуйте, Виктория Анатольевна. Здравствуйте. Начало творческого сезона традиционно ознаменовано празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности, да? Да, это уже, конечно, традиция многолетняя, и мы очень рады, что именно мы являемся таким волшебным поздравлением для наших работников непосредственно для газодобывающей отрасли, потому что мы себя все равно чувствуем причастными, и нам приятно в эти дни такую эстафету праздничных мероприятий открывать нашими творческими подарками. Что нового интересного в этом году приготовили? Как всегда, новое – это забытое старое. Мы вспомнили форму поздравительных открыток и трансформировали под наш праздник. И стараемся теперь наши филиалы, выехать в филиалы, сделать выездные концерты в филиалах на торжественных собраниях наших коллективов. Я думаю, что эта форма понравится, и мы ее будем применять часто. Стараемся обслужить наши филиалы своими творческими подарками. Ну, непосредственно в сам день, праздник. Мы начали уже эстафету, то есть первые концерты у нас уже прошли. 25 августа у нас уже прошло мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения Владислава Владимировича Стрижова. Очень много людей там было. Я думаю, что это мероприятие тоже было неординарно освещено нами. Мне кажется, всем понравилось. А в день газовика мы, конечно, будем давать большой концерт. Наше руководство пригласили, кроме нашего концерта, самодеятельных наших коллективов, еще и Родиона Газманова, профессионального артиста. И я думаю, что... Но все помнят только Люси. Я думаю, что мальчик вырос и представит нам уже такую полноценную взрослую творческую программу. Но мы надеемся, что мы будем тоже в тренде и своим концертом порадуем наших работников. Виктория Анатольевна, ну вот концерты, праздники – это не вся работа Дома культуры Прометей. Ведь работают кружки, какие-то ансамбли, коллективы. Идет сейчас набор? Конечно. Прежде концерты и праздники – это наш так называемый результат. Но мы предоставляем очень большой спектр услуг в культурной сфере и ждем детишек и взрослых. У нас есть кружки и студии на любой вкус. Я думаю, что наш ДК – это один из самых развитых в этом направлении ДК не только на Ямале, но и в России. Потому что у нас есть детские кружки и студии в направлении и хореографии, и вокал, и изобразительное искусство. Также взрослые кружки и в народном плане работают, и в академическом, и в эстрадном. То есть, мне кажется, мы можем удовлетворить самого такого строгого, взыскательного участника любой самодеятельности. Но аж таланты мы ждем всегда к себе. У нас пройдут праздничные мероприятия, и с 10 сентября мы начинаем набор в наши творческие коллективы. Пойдет бегущая строка, мы сделаем обязательное объявление на Доме культуры Прометей. Ждем талантливых людей, интересующихся творчеством. Желаем вам замечательного творческого сезона, интересного, насыщенного. Спасибо, что пришли к нам. С праздником. Продолжаем выпуск. Сохраним окружающий мир для потомков. Под таким лозунгом состоялись пятые экологические соревнования по очистке близлежащих к городу лесных массивов от мусора. У природы есть друзья. Это мы, ты и я. 12 команд от городских организаций и предприятий вышли на экологические соревнования. Такая форма мероприятий по уборке мусора приобретает все большую популярность, потому что проходят они организованно и весело. Визитная карточка каждой из команд настроена на дружную работу. Очистим наш лес, природу спасем. Надым очень любим, ведь это наш дом. Самое большое число участников из «Газпром добычи на дым». Здесь 8 команд, почти от каждого филиала общества и даже есть представители из «Пангот». Генеральный директор компании Сергей Меньшиков поддержал своих работников и приветствовал всех участников. Экологическая политика, которую разработал «Газпром», потом доработал ее общество «Газпром добычи на дым» под себя, под свой объект. Она действует и доходит до нашей молодежи, до наших детей. И наши работники, я уверен, что они не мусорят, когда отдыхают на природе. Это очень важно, потому что оставление мусора, который сейчас мы в быту используем, он разлагается очень долго. А если разлагается, то выделяет достаточно много едких или отравляющих веществ, которые пагубно влияют на окружающие среды. Ну и, соответственно, на то, что мы потом собираем и чем дышим. После стартового сигнала у команд было всего два часа, чтобы собрать лесной мусор, упаковать его в мешки и принести к месту сбора. Судя по первым метрам, мусора здесь достаточно, да, в лесу? Очень-очень. Каким настроем вы идете на соревнования? Почистить нашу природу. А о победе, как ты думаешь? Ну да, есть. В первую очередь. Первенство определялось количеством собранных мешков. Чем больше, тем ближе к победе. Собирали малогабаритный мусор. Это уже какой по счету мешок? Это только первый. Это первый, да? Да. Довольно-таки тяжелый. Некоторые участники опыт в подобных мероприятиях уже имеют. И признаются, он не прошел бесследно. С тех пор, как я начала принимать участие в такого рода мероприятиях, я стала задумываться о каждой бумажке, которую люди выбрасывают, допустим, из окна своего автомобиля. Или, например, которые там идут по улице, могут съесть мороженое и бросить фантик просто мимо мусорки. Хотя она, так сказать, очень рядом. Вот бы всем так думать и убирать мусор за собой. Чего здесь только не встретили участники экологической акции. Там очень много мусора. Начинает бутылок, заканчивая просто обычными вещами. Мы вот нашли прям свалочку. Вот так, со свалочки до прямиком к грузовику-мусоровозу. Каждый мешок – дополнительные баллы команде. Азарт соревнований нисколько не умаляет главную цель соревнований. Мы участвуем не для победы, мы участвуем, чтобы принести пользу земле, чтобы чистые леса и города. С каждым годом, отмечают организаторы и единомышленников, у акции становится все больше. Крупногабаритный мусор в этот раз не собирали. Во-первых, в командах много девушек, и они бы с ним просто не справились. А во-вторых, этой проблемой должны заняться организации, которые безответственно относятся к утилизации своего мусора. Хочется обратить внимание на то, что этот крупногабаритный мусор в лесах есть. И хочется привлечь внимание руководителей, может быть, учреждений, организаций, в подведомстве которых этот мусор находится, потому что он же кому-то принадлежит. Два часа, отведенные на сбор мусора, пролетели незаметно. Счетная комиссия подвела итоги, и победители определились. Но сначала отметили самого юного участника и самого запасливого по количеству собранных съедобных грибов. Был приз за лучшее представление и экипировку команды. 28 мешков мусора собрала команда «Стереотипы» из ИТЦ и оказалась в тройке призеров. На три мешка их обошли эко-волки из УТТС. Лидерами соревнований стали подорожники из Пангодинского управления по содержанию коммуникаций и сооружений. Какими больше мусора, чем Пангодин? Мы даже как-то не знаем. Скорее всего, одинаково так же, потому что люди-то везде одинаковые. И везде стараются испортить нашу планету. А всего в этот день было собрано 203 мешка мусора, которые были вывезены из леса на свалку. Я думаю, что вообще вот такие акции привлекают внимание к проблеме экологии. И, наверное, наш город будет чище, соответственно, и нам будет радостнее, приятнее жить в этих местах, в этих краях. Оксана Захарова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Кстати, завтра в городском парке состоится экологическая акция «Лес Победы». Здесь планируется посадить более 300 деревьев. Каждое дерево в память о погибших в Великой Отечественной войне. К участию в экологической акции приглашают также всех желающих на дымчан. В дежурном детском саду «Медвежонок» ребята на этой неделе провожали лето. Каждый его день, невзирая на погоду, стал, по словам воспитанников, ярким, запоминающимся и радостным. По традиции, проводить лето и передать эстафету осени в дежурном детском саду «Медвежонок» решили при помощи игровой программы. В ней приняли участие все воспитанники сада, а герои из популярного мультфильма «Маша и Медведь» им помогли. Чтобы проводить лето, его нужно было отыскать и увидеть. А это значит, что предстояло увлекательное путешествие. На пути, конечно же, встречались и препятствия. Вот, к примеру, микробы. Ребятишки знают, чем они грозят. Витамины я не ела, руки я не мыла, вот и заболела. Пилюля Айболитовна примчалась на помощь. Она напомнила всем о правилах гигиены, свежем воздухе и витаминах. Все это важно не только летом. Солнце, воздух и вода – летом лучшие друзья! Ребята с удовольствием играли и танцевали, а еще вспоминали песенки о лете. Свет – это солнце, солнце – это радость, радость – это счастье, счастье – это свет. Теречок Боровичок подсказал, что лето нужно искать на волшебной полянке, куда все и направились. Ребята отыскали на ней не только лето, а еще и разные сладости. Закон природы вы не нарушайте. В начале лета провожайте, а потом мою сестрицу осень встречайте. Для меня лето было веселым. Солнечным, ярким, радостным, веселым. Но иногда лили дожди. Праздников было много летом и игр. Гуляли, в песочнице играли, прыгали по классикам, рисовали мелками. Больше друзей стало. Кормили вкусно летом, конечно, очень. Воспитатели старались, чтобы надымское лето для ребятишек было не только вкусным, а еще ярким и запоминающимся. Мы заботились о здоровье детей, об их досуге, об их настроении. Ребята большую часть времени были на свежем воздухе, если позволяла погода. Принимали витамины, фрукты, овощи. Ребята посещали различные мероприятия. Ребята ходили на экскурсии. Им было достаточно весело и интересно в детском саду. Главное, считают специалисты дошкольного образования, детям должно быть всегда интересно. Тогда и в садик они будут ходить с удовольствием и зимой, и летом, и осенью. Оксана Захарова, Игорь Забаровский, телевидение общества «Газпром. Добыча надым». День российского кино отметили на этой неделе кинематографисты страны и истинные ценители киноискусства. Как оказалось, поклонников у отечественных фильмов много и в надыме. Оксана Захарова узнала, за что любят русские кинокартины. Мы снова стали ходить в кинотеатры и следить за премьерами. Мы снова и снова хотим смотреть наши фильмы. Иначе откуда на каждом телевизионном канале столько отечественных фильмов? Да и в кинотеатрах российские кинокартины собирают полные залы. Предпочитаю российские фильмы. Почему? Потому что они добрые, потому что они понятные. Мировоззрение наше все-таки. И, наверное, знаете еще в чем суть? Как бы люди моего поколения, воспитанные еще на советской, потом постепенно российской тематике, все равно ближе тяготеют, наверное, к российскому кино, чем к зарубежному. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком постою. Наш русский менталитет, поэтому понятны шутки, понятно все быт события и интересное описание нашей жизни. Интересные фильмы, понятны. Посудите сами, ни один Новый год не обходится без культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» на протяжении уже почти сорока лет. Вас не касается? На протяжении 70 лет в День Победы мы с увлечением смотрим фильмы военных лет. Я сбил! Я сбил! Я сбил, товарищ командир! Ай-яй-яй-яй! Что ты натворил? Придется родителей к директору вызывать. Я бы не могла бы сказать с уверенностью на российский, либо на американский. Люди на дымчане наши ходят, и на российский, и на американский. Но американский больше выходит, и больше спецэффектов у них, больше экшен у них. Но когда входят наши русские комедии, либо военная тематика, то, конечно, у нас полный аншлаг, у нас билетов в принципе не остается. Люди покупают аж за неделю билеты к нам. Дети у меня, вот мальчишки, например, очень любят, вернее, как я их постепенно приучала к этому, к фильмам военных лет, к военной тематике. Смотрят тоже вместе со мной, вот, Аты, Баты, Шрили, Солдаты, вот они нравятся. В бой идут одни старики. Из современных, вот, знаете, вот эти вот фильмы «Назад в будущее», по-моему, называется, военный фильм. Потом вот «Туман» тоже как-то вот на него похож. В основном комедийного больше жанра люблю, «Операция» и «Бриллиантовая рука». А у вас нет такого же, но с Тарламутриевыми пугольцами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Муж у меня, например, вообще обожает фильмы Гайдая. Он просто от них без ума у нас и на дисках, он постоянно пересматривает. Там и мальчишки у меня уже цитируют иногда некоторые фразы. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Эти фильмы не могут не нравиться, потому что все они из нашей жизни и о нас самих. Ларису Ивановну хочу. Оксана Захарова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча над им». Первое сентября уже на следующей неделе. Для школьников и студентов это начало учебы. Для первоклассчик вообще, наверное, самый важный день. Но для кого-то торжественная линейка в День знаний состоялась далеко в прошлом. Мы решили узнать у надымчан, помнят ли они свое первое сентября. Хороший был первый сентября. Школа 4, город Надым. Мое первое сентября, вспоминается, очень радостный. Банты еще тогда были, форма школьная, учителя все счастливые, довольные. Встреча после лета, рассказы, воспоминания, ну, очень интересные. Ой, это было далеко отсюда. В Киргизии там тепло, сирень цветет. Все было красиво. Ну, праздник, радость, да. Тем более, когда есть погода хорошая, допустим, а не дождь. Ну, сейчас тоже, как бы, надеюсь, что первоклассникам повезет с погодой. Ну, я помню, что это был не всегда самый веселый праздник для меня. Почему? Почему? Ну, первый класс, конец каникулы. Отдыхать все-таки приятнее. Первое сентября? Ну, волнующее, торжественное. Мы же тогда учились, у нас форма, белый фартук, бантики белые. И, конечно, поэтому даже скучаешь как-то. Хотелось бы нашу молодежь, этот, детей видеть такими. Сегодня вечером ожидается сильная магнитная буря. По всей вероятности, это связано с огромной корональной дырой на Солнце, которую ученые НАСА обнаружили 26 августа. Поток солнечного ветра, стекающий из корональной дыры, достигнет Земли примерно сегодня-завтра и может вызвать геомагнитные бури и северные сияния. Впрочем, рассчитывать на необычайно красочное шоу не приходится. Субботнее полнолуние умерит пыл небесного представления. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Впереди еще прогноз погоды. С вами прощаюсь. Всего доброго. Хороших выходов. Синоптики утверждают, что в предстоящие выходные будет облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 11 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность до 85%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова